Здравствуйте, дорогие друзья! Есть такое замечательное выражение, что Бог смеется, когда слышит наши планы на будущее. Однако, так как Танах является нашим путеводителем, то из него можно увидеть, что Бога заставляет смеяться не только наши планы, а скорее наша иллюзия величия. С точки зрения самих небес это полный абсурд, когда люди меняют себя богоподобными. Более того, каждый раз, когда мы строим какой-то план, не беря небо в союзники или не призывая, или не молясь Богу, просто сказал, я сделаю то-то это. Мы становимся подобными вот этим вот людям. В Торе есть примеры на этот счет. Смысл одного из них, это вот Вавилонская башня. Люди собрались вместе в долине, в равнине Шинары, решили построить город-башню до небес и воевать с Богом. Вообще, обратите внимание, когда у людей в жизни все гладко, вот все люди, особенно правители, начинают мнить себя заранее все знающими богами, полубогами, или как минимум способными влиять на богов. Явными символами это являются сооружения такие, зекураты всякие, там, пирамиды. Человек строил ее и смотрел, говорил, да, вот я приобрел божественные силы. А написано, кстати, в рассказе Торы, что Господь сошел, чтобы увидеть город и башню. Для чего сказано сошел? Ну, иносказательно, но сказано для чего? Что люди думали, вот, это монумент до неба, а Богу песчинку эту рассмотреть даже, условно говоря, пришлось спуститься. Когда люди думают, что они велики, Бог показывает, насколько они малы. И наоборот, только те, кто считает себя малыми, как Маше, например, являются на самом деле великими. Есть еще замечательный эпизод нашей недельной глави на эту тему, это осел Белама. Это не забавная сказка. Это случилось из-за того, что люди Маава и Мадьяна думали о Беламе, как о полубоге, он может все. Прокляни, и пришли народ твой. Это языческое понимание святого человека, шамана, мага, там, какого-то, имеющего доступ к сверхмощным способностям на небе. И вот будет он управлять здесь. Ну, тоже совершенно другой подход. Бог благословляет и проклинает, а не люди. Написано, я благословлю благословляющих тебя и прокляну тех, кто проклинает тебя, сказал Бог Авраам. Но история говорящего осла, это пример совершенно другого. Это пример божественного смеха. Здесь человек, которого считали, ну, удивительным руководителем сверхъестественных сил, оказался кем, что не мог даже с ослицей своей справиться. А для Белама у Бога было другое послание. Если ты думаешь, что можешь управлять Богом, то я покажу тебе, что могу превратить осла в пророка и пророка в осла. Поэтому осел видел то, что не видел этот пророк. Обычно мы приписываем свои успехи себе, а не удачи, ну, как бы наверх, да. Это делает нас слабыми. На самом деле, надо совсем наоборот. Урок, который важен для нас, важно не то, что Бог вообще делает то, что мы хотим. Это не важно. Да, мы молимся, просим, но это не важно. Важно, чтобы мы делали то, что Он хочет. Бог смеется над теми, кто думает, что у них есть божественные силы. Есть еще одна. Люди должны соблюдать такое пространство. У человека это звучит как богоподобное существо. Сказал ведь Бог, создан по образу и подобию. Должно быть уважение. Я приведу пример выдающегося Маше Фрэнштейна, роженец России. Он прожил большую часть Нью-Йорка, он великий человек был. Вот однажды, ну, вообще все знают, что есть такая молитва о медае, когда ее молятся, надо отступить назад три шага. Но когда сзади стоит человек меньше двух метров и продолжает не закончить молитву, нельзя это галаха. И вот Фрэнштейн соблюдает правила это. Однажды я завершил молитву, подходит к нему сзади руководитель Ишива и говорит, уважаемый Рош, Ишива, срочно к телефону Нью-Йорк или что там, Вашингтон, я не знаю кто там. Очень срочно. Тот молчит. Он опять ему говорит, а что вы от меня хотите? Я не могу отступить назад, за мной стена. То есть, понимаете, десять заповедей давно превратились для многих людей в десять каких-то советов. Хотя мы не видим этой реальности, как не видим магнитных полей, но они никуда не исчезают. Вот Раби Фрэнштейн не мог сделать три шага назад в буквальном смысле этого слова, в физическом. Потому что духовная реальность, которая Галахада, она сделает барьер, как стена сзади. Именно так написано, должен человек относиться к законам Бога. Именно это позволяет человеку отличаться от всех остальных, а не мнить себя богоподобным существом. Да, мы созданы по образу и подобию Бога. Но образ и подобие заключается в первую очередь в том, что мы можем напрямую обращаться к Нему. Можем просить Его. Но не в том, что мы можем управлять Богом. Это ни у кого не получалось еще. Брахавы от слоха. Подумайте немножко об этом.